Присутствует 10 депутатов из 15-го самодельного числа. Сейчас, извините, пожалуйста, Кутузова, она вот из больницы едет, она сейчас лежит. Из 14-го самодельного числа? Из 14-го самодельного числа. Считается, всегда форма. Ну, как скажете. Присутствует 10 депутатов из 15-го самодельного числа. То есть заседание право обмочено. В заседании принимают участие глава управы Райана Львова-Домовского, Депутат Мозгордума, Владимир Владимирович Георгиевич, аппарат Совета депутатов и работники управы Райана Львова-Домовского. Должен напомнить вам, что ведется видеозапись, которая будет предупреждена на официальном сайте муниципального округа. Предлагается следующий вариант повестки. Один вопрос. О досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа Райана Львова-Домовского. Райана Львова-Домовского, Владимир Владимирович Георгиевича. Какие предложения по повесткам? Николая Львова-Домова, Владимир Владимирович Георгиевич. Тогда представлено голосование, кто задолжен принять в целом, попрошу голосовать. Единогласно. Проводит яд, державшись в цене, но это для чистоты процедуры. Уважаемые депутаты, 22 декабря 2015 года поступило заявление. Совет депутатов муниципального управления ОМЗОВа, глава муниципального управления ОМЗОВа, в соответствии с частью 2, пункта 2, статья 11, устав муниципального управления ОМЗОВа прошу принять решение Совета депутатов муниципального управления ОМЗОВа о досрочном прекращении полномочий главы муниципального управления ОМЗОВа в скобочках подставки по собственному журналу. Уважаемые депутаты, перед тем, как передать слово, что обривающим, так как он ссылается на статью 1, частью 2, у меня вопрос. Ну, сам по-интересный. Ну, наверное, был бы хорошим. Значит, я вам напоминаю, что у нашего устава мы подращиваем к статье 1. А, значит, статья 1, часть 2, статья 10, да. У нас 10-я статья 1, часть 2, статья 10, да. Я сейчас зачитаю. Можно, Александр Горькович? Значит, там 10-я глава. Одиннадцатая – это полномочия. А, подождите, я не хочу сожжение. А, все, все правильно. Это Александр Горькович. Одиннадцатая статья, просто статья 10, я это прочитаю. Полномочия главы муниципального округа начинаются до срочного случая, пункт 2, остатки по собственному счету. Мы имеем право в соответствии с нашим уставом прекратить досрочно полномочия главы муниципального округа, если не написано заявление по собственному счету. Это соответствует и пункт 4, заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет Депутата. Вот, то есть, как бы, формальная составляющая данного вопроса соблюдена. Я вам предоставляю слово. Я еще добавлю, пункт 6, то есть, в том числе, досрочное прекращение полномочия главы муниципального округа оформляется решением Совет Депутата, когда определяется дата прекращения полномочия главы муниципального округа. Ну и седьмое, досрочное, предосрочное прекращение полномочия главы муниципального округа. Новая глава муниципального округа избирается не позднее, чем через 60 дней со дня прекращения полномочия. Ну это уже, как бы, следующий этап, если понимать, пока у нас следует. Уважаемый депутат, я хочу словить, что Агрегорчика доставит. Пожалуйста. У меня есть несколько вариантов ответа и слова. Предлагаю остановиться на самом безболезненном для всех, самом коротком. О собственном желании, в состоянии здоровья ставлю точку. Агрегорчика доставил точку. Уже у нас под откал вопрос есть? Да, по-моему, нет. Вопросов нет ни у кого? Представь, Легорч, а у меня вопрос, пожалуйста. Расскажите мне, пожалуйста, на счет вы написали 22 декабря, а вы срок не написали. Срок в правительстве решения. Я понимаю, но в заявлении, я про это решение не видела. А в заявлении вы сами не пишете. Не могу написать. Нет, я не про это. А по поводу того, что, как бы, через те, что вы исполняете обязанности, вы являетесь главой муниципального округа. И мы же понимаем, что все вопросы, связанные, тогда, может быть, вам нужно прояснить депутатам судьбу, как бы, сотрудников аппарата. Потому что вы являетесь юридическим лицом, который принимает правила. При том, чтобы ситуация была из-за массы. Пожалуйста. На сегодняшний день ситуация такая. В соответствии с решением Совета депутатов сокращена должность, ну, скажем, говоря, начальника отдела. Совета депутатов. Елена Валерьевна Попова, начальника Оргенционного аналитического управления префиксового Северо-Восточного. И также написала заявление об уходе Сапапова. Винок, у нее тоже последний день работы, в принципе, работает. Ну, я буду что-то у меня. Сейчас я говорю. В связи с этим, в каком-то новом параде должен работать, на эти места должны люди прийти, и кто-то должен вообще-то опорнить, принять на работу. Предлагается срок отставки моей по собственному желанию 18 января. Имею в виду, что заканчивается вот этот каникул новогодний, 11-го все выходят на работу, и остается неделю для того, чтобы у владеют вот эти вот дела. На вопрос тогда, ой, я прошу, сейчас закончу. На вопрос, каким образом будут передаваться демателям сотрудников? Значит, если они говорят с первого, а следующие сотрудники будут принять на работу после 11-го. Сейчас проведена работа, определены предварительные кандидатуры, мы получили согласие людей, и есть договоренность, что они выйдут до конца года для передачи демателям. Официально они могут передавать дела? Нет, официально нет. Можно создавать количество. Конечно. Ну, подождите. Два человека остаются. Нет, официально у нас есть то же самое, главный бухгалтер, а главный бухгалтер передает вам официально, правильно? Как я понимаю. Если они этим будут, передают мне официально. То есть, это еще, столы будет очень удобно. Это так же, как и Украин Сеевич, правильно? Зависим, уже подождите. Ну, у меня там будет связь? Прием. Нет, связь понятна. Ну, приемки, вы принимаете дела. Правильно? а их официально потом передачи. Да, да, все понятно. Жена Алексеевна, авторизм, можно подкакивать? Еще какие вопросы? У меня вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, если, как говорится, мы пойдем на встречу, Вячеслава Григорьевича по состоянию здоровья уходит, то тут немножко непонятно. Так как он является работодателем, новый глава муниципального округа, будет ли удовлетворять его новые сотрудники, которые вы примете? То есть это нужно, чтобы они именно удовлетворяли того работодателя, который будет вместо вас. И совет депутатов, который будет вас ждать. Сотрудники достаточно опытные, например, по бухгалтерам. Этот человек проработал в управе района Северной с 93-го года главным бухгалтером. Поэтому тут как бы особо... Нет, ну, я понял. А можно, может, он не удовлетворяет все новое? Ну, вы слышите дальше. Далее. По шторг-раборщику. Настя, кандидатура предварительно обсуждалась Михаилом Викторовичем на фракции «Единая Россия». И эта кандидатура никого не вызвала никаких отрицаний. Тем более, что вы все эту кандидатуру знаете. Она работала в управе с заместителем начальника оргогдела и проводила выборы 12-го года. Егорова. Вы все ее знаете. Поскольку новый глава муниципального округа будет выбираться из числа депутатов, ни у кого пока на сервисе никаких эмоций не воспателось. Максим Анатольевич, пожалуйста, по-моему, честно. Уважаемые депутаты, у меня вот такое пояснение и одновременно вопрос. Надо консервировать нашему уставу и закону, который существует, пускай они не учат. Может быть, с нерамотной. Есть такая статья 14 в нашем уставе заместитель председателя совета депутатов. Заместитель председателя совета депутатов. И сказано во второй ее части. В пункте 1 сказано заместитель председателя совета депутатов в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа, как в нашем случае, временно осуществляет полномочия главы муниципального округа. и сирии. Все правильно, все соответствует. Получаем? Нет, нет. Это мы можем получать в результате. То есть получать? Путин, закончу? Да, сейчас я закончу. И заместитель председателя совета депутатов в случае полномочий на непостоянной основе. Вот получается так. То есть глава складывает полномочия заместитель председателя. Это время, она постоянно набирает сам сотрудников и все. Принимает дела, смотрит бюджет, то есть все, все права представители своих депутатов. Вот на правой подписи она не имеет. Нет, а давайте на... Она все может? Причем лазерный. Нет, нам ускорит. У тебя из-за той бывали? Да, но сейчас по первой части обсуждения. Вот правильный соответствий предостройственного прекращения в штабе и зато пункт 7 полномочий главного испанного нового глава избирается не позднее, чем через 60 год. Ну не обязательно тянуть. Зачем за это время получаешь старый глава набирает долг сам людей. Например, если бы в соответствии вы замещали, пускай она не встая на осмоле, Не только ваша. Она заместитель председателя, набирает глава. А председатель у нас значность какая-то получается. Нет, Максим, написано, какие функции есть у заместителей предатель на это время. Осуществлять контроль, осуществлять иные полномочия в соответствии с поручением главного муниципального округа. Значит, эти полномочия написаны только тут две ситуации. В случае временного отсутствия и дальше полномочия заместителя на этот период не оговорим только для первой ситуации. Если он существует, но времен отсутствует. Поэтому мы все понимаем, что ситуация не была предусмотрена в уставе. Значит, будем дальше. Первый вопрос решили. У кого есть еще какие-то вопросы? Вячеслав Григорьевич? Пояснения к ситуации? Какие-то дополнения или пояснения по ситуации? Ну, куда? Пожалуйста, мы смотрим. Раз у нас это связано с неким непониманием между работой аппаратом Совета депутатов, а этих людей, я так понимаю, выбирал глава управы. Или глава управы. И получается, сейчас глава муниципального округа что будет набирать людей под контролем председателя Совета совместителей. Получается, Вячеслав Григорьевич сказал, что он уже кандидатуру согласовал, а не согласовал. Можно уточнить еще вопрос? Можно уточнить вопрос? В наборе новых сотрудников используется такая вещь, как испытательный стойк. Естественно, срок применен это очень эффективный инструмент для ночи. Обычно это отряд до 6 месяцев. Если это не удовлетворяется, то человек просто не проходит испытательный срок и увольняется. И тогда есть противоразминство. Это в обязательном порядке. Спасибо, Академич. Еще какие вопросы есть? Остается депутат. Депутат писал заявление о сложении полномочий депутатов. У нас заявление прошу принять решение в до срочном прекращении полномочий главы муниципального области. в до срочном и прекращении главы муниципального подвале о муниципальном области в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 федерального закона от 6 октября 2016 года номер 131 Федеральный закон Российской Федерации об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, пункт 2, часть 2, статьи 11 устава муниципального округа Леонозова, рассмотрев личное заявление Авхимова, Совет депутатов решил. Давайте мы обсудим первый пункт. Прекратить досрочную полномочию главному муниципальному округу Леонозова, и с отставкой пособных знаний у нас в практике решение есть дата 18 января. Какие предложения по проекту в этом месте? Как бы все хорошо написано, меня только немножко беспокоит дата 18 января 2016 года, то есть следующий год. Это мы все знаем праздничные дни, которые... Ну, большая часть этого времени может быть, я вношу такое предложение не оттягивает, так зачем так, как мы все долго делаем. А в этом году мы все сделаем. Просто с этой дата у меня 66-7. До 60. Да, я понимаю, а зачем так далеко? Один на декабре сделать переборку. У меня вопрос, Максим Анатольевич, а эти же сотрудники написали 31 декабря? 31? 31 декабря. Они работают. Они работают. Да, это 31-й. Тогда опыт. И на 31-й будет. Он должен принять дела, а потом передать. Там, конечно, они должны принять. Они работают. Они работают. Они работают. Они сидят. Они же нет. Как же он сейчас? Я вот эту тонкость не знаю, как происходит. Я думаю, что и вам еще и понятно. Нам же уходят. Я думаю, что это не так. Там как раз неделя, все выходят на работу, в течение недели можно принимать час дела до 31-го, и в течение недели принимает час на работу и передает им дела. И там не один день, и там не два месяца. Вы участвует тоже будете в этом? Конечно, да. Да, я приглашаю. Нет, ну все, мы надо обсудить. У вас есть все вопросы? Так, все с этой дат согласны? Значит, окнарку сайт депутатов решила. Прекратить досрочную полномочию главному муниципальному комболеону Залтимович Таври Горьковича. В связи с отставкой пособств нужна ли 18 января 2016 года. Второе. Опубликовать настоящее решение в влетении Московской муниципальной местности и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального комболеону Залтимовича. Третье. Настоящее решение вступает в силу со днями принятия. Контроль за исполнением настоящее решение возложить на заместительный председатель Совета депутации муниципального комболеону Залтимовича Жукова Марина Ивановна. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Считайте, пожалуйста. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Решение принято. Спасибо. Спасибо. Решение принято. Решение принято. Ну, собственно, основная повестка дня исчерпана. Тут просто какие-то вопросы. Прокомментировать изменения в бюджете. Продолжение принято. Решение 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 принято. Уже очень в глаза бросается. У меня вопрос. Хорошо, вы здесь на 4 человека уже еще раз сделали. Исполнение на статью 831. Меня интересует, что это значит. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий, бездействия органов, государственных органов, органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов. А также в результате деятельности казённых учреждений. Вот это все 2 миллиона 764 тысяч 500 перенесены на 831. Когда я вам задавала вопрос, когда вы говорили, я вам говорила, куда основной фонд оплатит, на какой продукт поставится. Что тут говорится? Что за исключением судебных? Нет. Ирина Александровна, вопрос. Вопрос задали. Нужно сейчас не полемикой заниматься, а отвечать на вопрос задали. На вопрос. Это не то, чего говорило, а просто ответ. Это судебных, которые мы внесли. Там стоят нормы. Для того, чтобы вы увидели, как вы говорили, фонд экономии, который свободен. Вот расчет на 121, там идет конкретный расчет на 4 человек на фонд зарплаты. Оставшаяся сумма выделена в 831. Это свободный, свободный откат, который вы хотели. А почему? А на диалогисты, почему вы на эту? Почему на этой штате? На этой штате уже нужно. Другие штате, что и нет. На 211-04, у нас только 24-й. На коммунальные условия, что фонд экономии, а куда, может быть, только на штрафные слабостры? Да, да. На штрафные. А вам сейчас судебно не штрафные. У нас там какой-то с натурно-курортный, где расчет на 4, у нас медицина, где расчет на 4, он с оплатой, и там, где был 0, все. На 244-й, а на какую статью? Короче. А на какой статье? Вы назвали бухгалтер, есть одна часть, вы знаете ли? Вам говорили не другое, вам говорили, как вы раньше делали, когда вы эти деньги перечисляли, скажем, запутали? Нет. То есть это допустимо, вы говорите, что это допустимо, это делается так? Не-не-не-не, там вот пускай разное будет, откуда платят, советуют. Нет. Коллеги, разрешите, я тоже попробую пояснить, если я хоть не был долго. Ситуация такая, бюджет принято в макроэкономических показателях. Ну, словом, у меня сейчас его нет, где-то под рукой его нет, но перед глазами там 14 миллионов дохода и все такие же расходы. Принято решение сократить фонд зарплаты труда аппарата, санаторные курортные, что там, медицину, да, до 4-х человек. Да, эти деньги, они высвободились из этих фондов. Их нужно куда-то деть, их нельзя сейчас вывести из бюджета, тогда он не будет сбалансирован. А условно пустой год переверите деньги, и в конце года они уйдут в резервный фонд. Вот и все. Как не исполнилось. Да, как не исполнилось. Получается, что можно оплачивать из этой статьи любому адвокату такие деньжищи. Это очень интересно вообще получается. Максим, а кто будет оплачивать? Нет, я не знаю кто, я гипотически это представляю. Нет, нет, подождите, там есть другие статьи. Давайте, ну, да, передвинем. Откуда мы платим Совет Муниципальному образованию? Вот в эту статью и мы внесем, пускай там... В образовании там конкретная сумма приняла. Нет, 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 там в образовании разные есть. Я тоже не бухгалтер, но сюда не нужно, там наверняка есть куда-то. А она не стоит. Когда скажем? Резерга там чего угодно. Что? Я не знаю, но это абсурд на самом деле. Зинаида Алексеевна, раньше было так, что мы оставили на этой же статье 211, только своим решением, голосованием, мы должны еще раз узаконить, что расчет должен быть в соответствии с 4,5 лет. Но смысл в том, что не сейчас, дашь, потом нужно будет его переводить. Ну, потом решать, а потом люди... Что это за время? Вы голосовали? Нет, мы за эту сумму не голосовали. Нет, вот эти никто не просил, вот на эту статью никто не просил. Да, не будем, нет. Да, нулевайся, Татьяна, нужно было куда-то... Нулевайся. Вы поливаешь, что видно? Да. Да, да. Зато четко видно и прозрачно. Четко видно и прозрачно. И она остается, как не исполненная, и уходит, я говорю, из бюджета в резервы в прошлых лет. Да. Нормальный вариант. Нет. Да, да, да. Вот. Тем более, еще раз повторяю, бюджет вы уже приняли. Но не в этом же виде. И именно в таком виде. Господа. Не в этом же виде. Мы его в предыдущем проголосовали. Мы сделали именно так, как вы просили. Да, как мы просили. Да, не просили. Мы просили перераспределение. Еще один раз. Вы понимаете, что это не заинтересовало. Но мы не все порт зашло. Наверное. Ну, это понятно. А вот, первый вариант, когда такой вопрос. Ну, замер на это. Ну, ошибки. Четыре. Подождите. Вот. Идика была сначала неправильная. Россия была. Мы не старались. Потому что мы полагали использование. Вот он есть, этот фонд. А использование... Да. Можно сделать передвижение средств. Да. Передвижение средств. Да. Сделать передвижение средств. Прешение за них вот так. Конечно. Вы можете с этим фондом не забрать. Сумма, а пособость... Да, да. Все видно, понимаете. Какая сумма ушла из фонда оплаты продажа. Да. Все прозрачно. Там нету что-то. А если что-то оплаты за фондом? Нету, Максим. Нету. Тогда будет непрозрачно, Максим Анатольевич. Потому что там на других статьях деньги лежали. А здесь ноль. Что же это за такой шаблон-то вообще что-то? Нет, послушайте меня. Шаблон, нормальный подход. Средиства, чтобы решить. Сами поговорят с этим. Нет. На патруклан констатур. Конечно. А почему на констатур? Не можем. Так сделали нормально. Как мы не можем? Ведь ты во всех ответствах скажешь, что Совет депутатов сам распределяет все эти средства. Там есть. И мы сидим и не можем уже не распределить. Вот там... За счищенная статья. Одиник, да. Не туда делают, не сюда лоз Я являюсь председателем призывной комиссии, военкомат каждый год у нас спросит, дайте нам 200 конвертов купить, но они повесны. Я им отвечаю, ну как я могу вам 200 конвертов выделить, если за год аппарат условно 30 сам только использовал, ну какая может быть председача, набить что-ли эту комнату и как потом за нее отвечать? Спасибо, я сказала три дня, спасибо, Елена Аксеновна. Еще есть вопросы, коллеги? Спасибо, конечно, понятно. Спасибо, Елена Аксеновна. Ну у меня все. Спасибо. Если у кого есть какие-то вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. 18-го числа не будет больше событий, да? 18-го не будет, да. Вы знаете, какой-то мне очередной вопрос? Понятно, понятно. На прошлом собрании, на прошлом собрании, в вашем ответе на мой вопрос о чернобыльцах позвучало, как считают чернобыльцы, оскорбление 110 человек, а именно то, что вы назвали, что председатель чернобыльской организации просил на выпивку у вас. Мне звонят люди, люди обратились к главе управы. Чернобыльцы, вот еще к двум депутатам с просьбой, что вы принесли здесь. Вы присутствовали, граждане? Я вам задал вопрос. А я вам тоже задаю, я отвечаю, задавая вам вопрос. Вы присутствовали при моем разговоре с председателем? Вы лично? В данном случае я верю в председателю. Вы лично присутствовали? Ну, как это сказать, председателю, самым мощным у нас организации? Нет, я не присутствовал для этого разговора. Но я скажу, как и чернобыльцев в случае. Должностую лицу не имеет права. Они даже, вот если бы сейчас не подали отставку, они требовали, что нам такой глава не нужен. Вы скажали на бутылку. Ничего подобного. Точно. Вы можете посмотреть. У нас записи. Мы смотрели. На бутылку. Да, мне на бутылку опросил на выпивку. На выпивку. На бутылку. На выпивку. На выпивку. Да. И вот мне с вами, нет, дела, это не ладно. Это принципиальный вопрос. Это люди. Заслуженные люди. Я по этой просьбе обратился к главе Уфравы, которая организовала это все. Что? Бутылку он нам сказал? Я не знаю. Про какую бутылку вы говорите? Нет. Вы сказали, что он просил на выпивку. Да. Не на бутылку. Но Уфрава нам организовал встречу. Мы не сказали вам. Да. Встречу. Встречу, в которой прошла великолепно. И еще раз огромное спасибо. Управе. Нет. Но оскорблять людей никто не давал права. Тем более заслуженно. И они написали так, что они написали. Что в том числе вас они защитили и ваш детей. Закрыв собой радиацию. Спасибо. Пожалуйста. Я оцениваю. Нет. Я бы хотел, чтобы если мы расстаемся хорошо, чтобы вы попросили прощения. Вот на запись попросили. Вы не искажаете. Я слышал ответ. Я слышал ответ. Я слышал ответ. Я слышал ответ. Потому что вы сказали, что он у вас просил. Он не пьяница. Он уважаемый полковник, я говорю. Он не пьяница. Я тоже уважаемый человек в районе. Но после таких слов не знаю. И при этом еще даже угрожай стал, что иначе мы выйдем в Чернобыль и Каскери на кривой мостик будем стучать. Вы прекрасно знаете, как он себя ведет Капранов, в каких ситуациях. Я не знаю. Если он себя плохо вел, то его давно переизбрали. Все, спасибо. Уважаемые товарищи, я тоже ваш коллега с 1997 года с начала становления современных органов местного самоуправления избираю депутатов. Советников, 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 Советников. Я весь этот путь прошел. Ну и какие выводы я могу сказать про вашу ситуацию? Ситуация нормальная, рабочая. Если глава муниципального округа уходит в отставку, нужно его поблагодарить за сделанную работу. Вы остаетесь с коллегами. Он никуда не уходит. Остается депутатом. Вам еще долгий путь предстоит до окончания вашего срока. Крестовый год вы уже отработали. Как бы то ни было. Трение, споры, полемик – это всегда было и всегда был. Совет депутатов – это живой организм. Да, иногда бывает где-то в горячке скажешь неудачное слово, потом сам жалеешь, что неправильно выразился. Погорячился. Ну что сделаешь? Все мы живые люди, у каждого есть свои недостатки. Нет идеальных людей. Тем не менее нужно двигаться вперед. У вас еще много работы впереди, так что всех с Новым годом. И всем удачного, так сказать, трудового настроения. Спасибо. Спасибо за думать. Можно? Спасибо. Вчера на слушание, публичное слушание, там и скучили, не о доме речи. Поэтому подошли жители и очень просили поднять вопрос о восстановлении, возрождении газеты. Наши доносовы, поскольку существующая система оповещения и вот этой обратной связи, она не срабатывает. Люди не могут ежедневно там сидеть. У кого вообще нет интернет, старшее поколение, и сидеть, дежурить, а вдруг там какое-то сообщение придет, а потом оно уходит, уплывает куда-то, когда люди посмотрят. Это, в общем, как бы не работает на район. Там было большое количество людей, рассчитывает, что они там все время дежурят и что-то от нас ждут, приходится. Во-первых, мы сняли вопрос. Значит, ну, во-первых, оповещение, ну, в частности, через газету мою лианозу, ну, оно тоже, наверное, неэффективно. Если вы помните, газета выходила раз в месяц. За месяц столько воды уйти крови, что невозможно. Это возможно. Во-вторых, было принято решение, первое, уйти в электронной версии, да, это оптимизация бюджетных средств. Мы сейчас с вами живем в режиме жесткой экономии, и вы, наверное, это чувствуете и помогать экономическим параметрам, ну, по ситуации, которая в стране происходит. Значит, поэтому я уже вам говорил об этом, что префект наш понимает, что такие проблемы существуют в районах, и такие, как говорится, просьбы, они идут не только с наших районов. Но он принял решение в рахах своих полномочий о увеличении тиража «Звездного бульвара», который выходит еженедельно. А тираж у него будет на количество квартир с 1 января. Поэтому окружная газета будет доступна, и он еще своим решением увеличил количество, то есть будет одна окружная газета на количество квартир в округе. То есть я на такое решение принял, чтобы стабилизировать ситуацию и закрыть, скажем, вакуум по печатной продукции, которая требует нашей особенности. Решение разумное. В этой газете будут основные, значит, вопросы, связанные с деятельностью округа, районов, в том числе публичность и вопросы, которые требуются публикования средств массовой информации. Поэтому я думаю, что эта проблема закроется, и, наверное, закроется чем-то. Я хотел бы добавить, что надо, видимо, раз каждую квартиру с 1 января «Звездный бульвар» будет приходить, значит, просто налаживать более тесное сотрудничество с реакцией «Звездного бульвара» и использовать их возможности. Здесь еще есть одна проблема, которую мы тоже в развитии посмотреть, знаете, уважаемые депутаты, если можно, я закончу. Спасибо большое. Здесь еще есть одна очень такая специфическая тема, когда, знаете, данная газета не каждому нужна. И здесь я думаю, что вы тоже не будете со мной спорить, когда мы эти газеты находим в мусоре, значит, около почтовых ящиков, это тоже есть оценка, нужна ли она нашим жителям. Когда мы говорим, что она нужна, то и мы можем это увидеть, я думаю, что мы это увидим. Не все. Поэтому принято решение, опять же, владителям округа о том, что он просит распространителей не раскладывать в ящики, а выкладывать на ящико. Это и стоечка на стоечку. И те люди, которые нужна этой периодической задание, они будут получать ее. А принудительно распространять по почтовым ящикам, это, наверное, только разумное решение, не для необходимости. Поэтому я думаю, что мы будем этот вопрос мониторить, смотреть и разгрузку, значит, издательства, значит, с первого я попробую, чтобы действительно охватывало, ну, по максимуму, значит, наших жителей, которые... У меня дома стоит столик там, рядом с конфетчиком, да, и стопочка, газетка, можно тут возьмем и... Ну, наверное, получилось, чтобы пока она была и много, да, еще запихивали вещи, как бы не ценилось. А вот, да, не стало газетой, время прогноза, не помнились, да, уже не нужно, да. Ну, возможно, сейчас, полите, посмотрите, но, что, по-моему, может, и много, да. Николай Иванович, Вы говорите сейчас о газете «Отружной», и говорите, что кто-то где-то принял решение. Мы же, депутаты, имеем право из собственного бюджета финансировать выпуск газеты своей, по своему решению, а не по решению префекта, а именно по своему решению. И у нас на это есть финансы. И я надеюсь, что в следующем году мы будем выпускать свою газету, и пускай префект, если он имеет такие возможности, выпускает свою. Мы посмотрим, чья газета будет оказываться в мусорной гарзии. Отвечаю на вопрос, Максим Анатольевич, если Вы знаете, что газета «Мою или отложу» финансировалась из двух источников. От управы, деньги, которые нам были положены, и от муниципалитет. Я отвечаю на Ваш вопрос. Поэтому срез, которые заложены в муниципалитете на публикацию в биологических издания той информации, которая требуется публикования по законодательству, это уже недостаточно будет для публикации своей автономной газеты. Если Вы не согласны, обнявшись с датом, то у нас бюджет есть, мы должны обойтись в своем виде. Я думаю, за миллионную. Проблема обозначена, но это возможности так или иначе решать. Спасибо всем еще раз. Всего доброго. Спасибо за субтитры.